В колыбельных песнях мамы, в песнях крови своей, и в глазах у самых-самых-самых преданных друзей. И недаром самыми преданными друзьями называют еще и книги. Они ведут нас с детства, формируют ценности и ориентиры. Но за каждой написанной строчкой опыт и знания другого. Автор – это не только черные буквы на белом листе, но и человек со своей историей. Заглянуть за страничку любимой детской книжки и увидеть ее автора – такую возможность дает проект «Живой портрет писателя». Самое главное для человека пишущего – это знать, что он нужен. Очень часто писателю кажется, что вот он пишет – пишет, а это никому не нужно. А знать, что тебя будут читать, знать, что ты интересен – это придает силы, это дает надежду. Видеоролики, в которых детские авторы рассказывают о себе и своем творчестве, смогут сопровождать краеведческие мероприятия в школах и библиотеках, станут частью истории литературного краеведения. Среди алтайских писателей – Елена Ожич, Ольга Токмакова, Виктор Бычков, Алексей Власов, Евгения Гармс и многие другие. Будет такое комплексное восприятие писателя и как личности, благодаря видеопортрету, и его творчество, благодаря всем сопроводительным материалам, которые готовит наша библиотека. Проект получилось реализовать благодаря гранту губернатора Алтайского края. Задача нас, как людей, работающих в культуре, задача библиотекарей – постоянно наводить мосты между книгой, автором и читателем. А ведь есть еще и дети, которые сами наделены литературным талантом. Может быть, взять какие-то советы. Многие пишущие, они тоже вспоминают истории, когда кто-то на них повлиял. С самого детства начала творить и Валентина Новичихина. Вдохновение к ней приходило на уроках, а с вечерной веки она прятала от любимой учительницы. Но смеясь сказала, жучка, никакой здесь нет игрушки. Ты перо, тетрадь оставь, перед собой вопрос поставь. Кто себя узнать не может, сможет ли стихи он сложить. Ну и вот такое написала, Вася написала. А я саму постеснялась, девочки, подруги показали в мире Григорьевне. Ей понравилось, похвалила. Я с тех пор начала писать. Дразнилки там, считалки. Учителя рассказывают, что видеоролики уже используют на уроках. И даже посещают вместе с учениками вечера встреч с писателями. Встречались с Ириной Цхай, с Виктором Бычковым, с Власовым писателем. Нам очень понравились эти произведения. Ребятишки с удовольствием их слушали, читали. А после того, как мы еще побывали на встрече с писателем, это воспринималось, конечно, на ура. Размещены видеоролики будут на сайте библиотеки имени Крупской, а также транслироваться в эфире телеканала «Толк». Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова